Здравствуйте! В данном видео рассмотрим чехословацкую памятную серебряную монету достоинства в 50 крон, отчеканенную в 1948 году монетным двором в городе Кремница и посвященную трехлетию со дня начала Пражского восстания. Монета имеет круглую форму, гладкий гурт с узором, медальное соотношение сторон, буртики на аверсе и реверсе. Отчекально данные монеты из серебра 500-й пробуем, тиражом в 1 миллион штук. Вес монеты составляет 10 граммов, диаметр 28 миллиметров. В центре поля аверса монеты расположен стилизованный элемент герба Чехословацкой Республики, устремленный вправо в прыжке лев с раздвоенным хвостом, коронованный золотой короной с золотыми языком и когтями, несущий на груди красный щит с тремя лазоревыми холмами. На среднем высшем холме воздвигнут серебряный патриарший крест. Напомню, что в геральзике стороны и направления, указанные противоположно, общеприняты. Круговая легенда самоназвания Чехословацкой Республики, написание самоназвания Чехословацкой Республики на обоих государственных языках Чехословакии, чешском и словацком, выглядело одинаково. На реверсе монеты в центре поля изображена смотрящая вправо аллегорическая фигура освободителя, мужчины в развивающемся плаще, держащего в левой руке лавровую ветвь, а в правой руке меч острием вниз. Ниже левой ноги фигуры вдоль буртика расположены инициалы и фамилии автора дизайна данной монеты. Монеты выше левой ноги фигуры в левой нижней части реверса указан номинал монеты цифрами 50. В правой части реверса монеты указана дата в две строки 5 мая, а слово май выполнено заглавными буквами на чешском языке. Также в правой части реверса монеты вдоль буртики указано два года – 1945 и 1948. Годы, соответственно, отделены друг от друга датой. Итак, пражское восстание вспыхнуло практически стихийно в столице тогдашнего протектората Богемии Моравии, как нетрудно догадаться, в городе Праге 5 мая 1945 года. Незадолго до начала восстания жители Праги стали уничтожать символы оккупации, указатели и вывески на немецком языке. 5 мая по пражскому радио прозвучал призыв к чешским войскам, полиции и жандармерии немедленно явиться к зданию чешского радио. Туда же стали пребывать и немецкие части, завязался жестокий бой, продолжавшийся все четыре дня восстания. Надо сказать, что в то время на территории нынешней Чехии находилось довольно внушительное количество немецких военных, порядка 900 тысяч человек. 5 и 6 мая в Праге было возведено большое количество баррикад и заграждений. Количество вооруженных восставших достигло 30 тысяч человек. Неожиданно для немцев на сторону восставших перешла пехотная дивизия Руа. К вечеру 7 мая власовцы, не имея гарантии и опасаясь попасть в советский плен, стали массово уходить на запад, что значительно усложнило положение восставших. 8 мая узнавший о капитуляции Германии и приближении советских войск командующий немецкой армией центр Фердинанд Шернер несколько часов пытался договориться с повстанцами о проходе немецких войск через город на запад без боя. Отступление немецких войск вскоре переросло в паническое бегство, а в 4 часа утра 9 мая 1945 года в Прагу вступили советские войска. Надеюсь, что информация, содержащаяся в данном видео, оказалась для вас интересной и полезной. Просьба писать в комментариях, что в данном видео понравилось, что не понравилось и было ли видео для вас интересным вообще. Изображение монеты сделано с монетой из собственной коллекции. При подготовке данного видео использованы материалы чешской, словацкой, англоязычной и русскоязычной википедии, сайтов youcoin.net и numista.com, а также стандартного каталога мировых монет 20 века Крауза 46 редакции. На моем канале вы также можете посмотреть видео о монетах других государств. Просьба указывать в комментариях обзоры на какие монеты вам было бы интересно увидеть. Всем желаю удачи в пополнении коллекции. До новых встреч!